Здравствуйте! С вами языковая школа Панмагистр и сегодня мы поговорим о словах, которые так хорошо нам известны с украинского или русского языков, но в польском означают совершенно что-то другое. Когда-то кто-то назвал эти слова ложными друзьями переводчика, потому что что-то, что для нас само собой разумеющееся в польском языке может обозначать совершенно что-то другое. Так, хороший пример будет слово наглое. Наглое – это не нагло, наглое – это внезапно. И если мы слышим выражение наглое пукать, это не значит то, о чем мы думаем. Наглое пукать значит внезапно постучать. Например, наглое кто-то запукал до моих дверей. Внезапно кто-то постучал в мои двери. Есть также огромное количество глаголов, которые в польском языке звучат похоже и нам кажется, что мы их хорошо знаем, но обозначают они совершенно что-то другое. Например, слово упоминать. Упоминать – это не упоминать о ком-то, упоминать кого-то. Упоминать – это делать замечание. На przykład, деща я достала им упомнение в праце за спузнениеся. То есть, я сегодня на работе получил замечание за опоздание. Другим хорошим примером глаголов есть слово раскохаться. Раскохаться не значит разлюбить. Как раз наоборот. Раскохаться значит влюбиться. Но пораз первый в житию правдиве раскохалимся в кем-то в веку двадцать лет. То есть, первый раз в жизни я искренне кого-то полюбил в возрасте двадцати лет. Зато, если мы хотим сказать, что мы кого-то разлюбили, что тоже бывает, надо использовать слово откохаться. На przykład, они еще раз встали, но откохалися. То есть, свое отлюбились и хватит. Еще одним подозрительно известным нам глаголом является слово «сказать», которое не обозначает, естественно, то, что мы думаем. Это не сказать. «Сказать» – это приговорить. Вынести кому-то приговор. Но есть также огромное количество слов, которые мы используем в повседневной жизни, и иногда стоит просто знать, что же они обозначают. Например, слово «дыван» – это вовсе не диван. «Дыван» – это ковер. Но есть такое же похожее слово «кавер», где мы ставим ударение на первый слог. Правда, обозначает оно тоже не ковер. «Кавер» – это икра. Слышав выражение «я достала им пенсия», мы иногда можем удивиться, если это говорит, например, двадцатилетний парень. Но суть в том, что в польском языке «пенсия» – это не пенсия. «Пенсия» – это зарплата. А вот то, что у нас значит «пенсия», это в Польше называется «эмеритура». Вот какие тонкие грани. Также, когда мы приходим в новый отель, например, лучше не говорить «но мам бронь в тем хотелу», то есть у меня бронь в этой гостинице, потому что бронь в польском языке обозначает оружие. Если мы хотим сказать о том, что мы тут забронировали номер, лучше использовать слово «резервация». «Мам тутай зарезервованный покой». Следующим примером является слово «чашка». Да, мы это слово используем, например, для описания этого предмета. Но в польском языке слово «чашка» обозначает «череп». И лучше не говорить, что «я в дому, мам улубеном чашка», имея в виду, что у нас дома есть любимая кружка. Существует огромное количество слов ложных друзей-переводчиков. «Пушка» – это не пушка, это консервная банка. «Вонь» – мы используем это слово, когда говорим о каком-то прекрасном запахе, например, «вонь квяту». Выражение «та девчина ма воюнтковым уродэ» в Польше является комплиментом, потому что «воюнтково урода» – это необыкновенная красота. «Позорный» – это не позорный. «Гроза» – это не гроза. «Налоги» – это не налоги. Подумайте, напишите в комментариях, что же могут обозначать эти слова. Также дайте знать, было ли полезным для вас это видео. Спасибо за внимание! Субтитры подогнали Симон.